За сезон в Одинцовском районе было отремонтировано в общей сложности 78 участков или 48 километров муниципальных дорог. На эти цели при содействии областного правительства выделили около 370 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены к ноябрю. Сейчас еще работы завершены в городе Одинцово, часть в Голицыно, в Голичиновке. В следующей неделе мы уже будем наносить разметку финальную. И, как я уже сказал, до 1 ноября ремонт дорог в Одинцовском районе 2018 года будет закончен. На улице Говорова дорожники заменили около полутора километров асфальта. Здесь уже нанесена разметка. Все работы завершены. Последний штрих – забор керна для контроля качества асфальтобетонной смеси, проверка уклонов и ровности верхнего слоя дорожной одежды. Это щебня, как составная часть асфальтобетона, которая присуществует состоять из себя. Примерно 40-50% щебня. Это, значит, ТВ, марки 2. Остальное – это минеральные наполнители. После контроля, собственно, толщины, это будет, где мы сейчас направлены в лабораторию, где будут исследованы физико-механические свойства. Конечно, нерадивых подрядчиков можно и нужно наказывать. Но гораздо проще и дешевле плотно контролировать их работу на всех этапах. Первое очередное, конечно, вопрос – это качество. Хоть и есть гарантия порядка двух лет на проведенные работы, но мы все-таки стараемся на старте отслеживать качество. И с помощью привлеченных специалистов, экспертов и лаборатория постоянно проводит пробы самостоятельно. Поэтому здесь, я думаю, у нас проблем особых не будет, потому что контролировать качество идем с самого начала, практически со старта самих работ. За три последних года была проведена серьезная селекция подрядчиков. В итоге на территории района сегодня работают только лучшие дорожные организации с хорошей репутацией. Однако принцип «доверяй, но проверяй» никто отменять не собирается. Только на одной улице Говорова предстоит отобрать более 10 образцов асфальта. Исследуются параметры такие, как водонасыщение, плотность и так далее. Ну и кроме того, исследуется состав собственно самого асфальтобетона. Одновременно с инспекцией дорожного покрытия Андрей Иванов проверил установку новых остановочных павильонов, пообщавшись с теми, кому предстоит ими пользоваться, и оценил новую информационную разметку на городских тротуарах. Это ответ муниципальной власти на инициативу родительского сообщества. Трафареты должны снизить уровень дорожного травматизма, в первую очередь детского. Ребенок, когда идет и разговаривается, смотрит под ноги на асфальт. И здесь мы надеемся, что дети увидят эти предупреждающие, обращающие внимание надписи. И телефоны все-таки на момент перехода дорожного полотна будут откладывать в сторону и не разговаривать. В случае успеха этот опыт будет распространен на весь Одинцовский район. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.